Я занимаюсь хендмейдом уже несколько лет. С детства это все люблю. Я в детстве вышивала, потом меня интересовал бисер, потом я писала стихи, потом очень долгое время занималась копирайтингом и всегда хотела научиться рисовать. У меня было желание создавать какие-то картины, какие-то такие вещи, но как-то не сложилось у меня. А когда я увидела декопаж и декорирование, я поняла, что я могу создавать красивые вещи, даже без умения рисовать. У хендмейда есть у вас что-нибудь? Мы хотим в библиотеке сделать такое помещение, как это в Европе называется maker space, куда может любой желающий прийти, записаться и пошить на машинке, если ему надо, постучать молоточком, потому что далеко не у всех дома есть машинки, далеко не у всех есть возможность дома на голове у близких стучать молотком. И сейчас, когда мы закончим это наше обучение, у библиотеки останутся материалы, инструменты, которые мы закупаем для того, чтобы каждый мог прийти и там поработать. Я в Смеле родилась и уехала отсюда, когда мне было 17 лет. За время моего отсутствия Смела очень сильно изменилась, и я приехала сюда как незнакомый город. Я совершенно не знала, например, о том, какие развлечения тут, какой досуг тут есть для людей. И в процессе знакомства я узнала, что в городе практически нету творческих никаких курсов, нет никаких таких вот кружков для взрослого населения. То есть для детей без проблем можно было что-то найти, а вот взрослым не было где собраться и пообщаться на эту тему. Из этого возникла идея сделать арт-студию, обучающую арт-студию для взрослых. Жителям города и района мы предложили несколько направлений творческих курсов, в рамках которых они могли развить свои навыки какие-то и научиться в том числе зарабатывать на своем рукодельном хобби. Музыка Мне очень нравится, очень рада, что я записалась. И Анне говорила, что она очень молодая, что решилась она так, потому что у нас у Смелии нет таких кружков для старшего века. Музыка 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 Когда мы уезжали из Донбасса, очень многое пришлось оставить. Все мои наработки, все мои готовые изделия, мои материалы, они все остались там. Музыка 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 Музыка